всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 22 апреля и я сегодня хочу рассказать вам как живется вот этим моим томатом сибиряка на улице без укрытия которые я высадила несколько дней назад я их мельком показывала но я подробного видео не снимала ну потому что растут и растут а сегодня прочитав комментарий Татьяны Калинкиной которая написала вы уж поухаживайте за своими мразостойкими помидорками не не бросать не программируйте их на гибель томаты ответят вам урожаем я поняла что я своим вот таким проброшенным таким парой слов что ну я всегда готова к тому что если они замерзнут то замерзнут люди меня неправильно поняли и как вот даже Татьяна решила что я программирую их на гибель нет я никогда не программирую растения на гибель больше того я всегда до последнего бьюсь борюсь за каждую вот жизнь растения каждого если кто-то думает что я ну как выбросила их сюда и все больше ничего не буду делать я готова к любому исходу и к плохому и к хорошему но я предкладываю все старания чтобы исход у нас был хороший сейчас я расскажу как я за ними ухаживаю потому что это не первый год когда я рано на бордюре высаживаю и кто в прошлом году смотрел видели что у них есть и укрытие и одежка и все приспособления специально нарезаны по размеру вот этих моих заваленок дуги сейчас расскажу обо всем по порядку сегодня ой у нас сегодня 23 апреля то сегодня 23 апреля я по моему 22 сказала ночью было плюс 7 естественно они стоят без укрытия на то они и сибиряки холодостойкие днем будет плюс 30 они без притеняющих сеточек ночью будет плюс 16 значит сегодня я их не буду укрывать и завтра их укрывать не буду потому что будет плюс 14 и послезавтра их укрывать не буду но я всегда готова что вдруг будет например через пол месяца у нас могут быть в мае могут быть у нас даже в начале июня возвратные заморозки именно поэтому я сегодня говорила в утреннем обзоре что я вот такие дужки маленькие выставляю они у меня сейчас будут стоять без применения просто мы на готове на чеку во всеоружии мы всегда предполагаем что вдруг через два дня снег вдруг буран вдруг метель сейчас расскажу как я утепляю сначала про температуру я вот сейчас выставила днем ой ночью было 7 на улице температура но я без очков плохо выезжу тут больше чуть больше десяти но 11 может быть 11 на 12 градус ползет для нам для ночи это нормально сейчас вот выйдет солнышко ясно что они здесь стоят на санцепеке начнет прогревать припекать прям землю при 30 градусах и температура почвы уже будет тоже подниматься возможно она будет и 14 днем может быть даже больше но вот такая температура вот для этих которые приспособлены для выращивания в холодных условиях нормально они тут и зацветут там вот где-то я прошлась сегодня уже расщелкиваются цветки и могут даже завязаться все как только будет прогноз негативный то есть какой негативный ну например 0 или минус 1 я сразу на эти дуги укладываю толстый не тканый вот это агроволокно белая не знаю как его называют ну короче не тканка белая плотная закрепляю вот такими вот сейчас вам покажу вот такими канцелярскими вот этими прихватками очень толстыми вот с этого края я как в пучок свяжу тут камнем большим гранитным придавливаю тут прихватками прихватываю натягиваю и с той стороны тоже также закрепляю внизу еще могу положить я очень много лет использую от ветра вот такие вот видите бетонные как бы поребрики мы их приобретали еще в то время когда я выращивала в тоннелях и когда нужно было вот эти пленки прям намертво чтобы раз накинул быстренько и прихватил когда некогда было вот какие-то делать перетяжки дополнительные дуги ну короче это все у меня с тех времен и сейчас они меня сильно выручают они очень тяжелые и по если ими придавить не срывает достаточно здесь один с этой стороны и с того конца один все а по краям гранитные камни ну или можно кирпичи так что и татьяна калинкина и все другие зрители могут успокоиться мои томаты вот эти не выброшены на произвол судьбы они у нас все под контролем я слежу за ними я смотрю каждый день и вижу положительную тенденцию сейчас пройдем вот этого цветочка не было видите уже появился цветочек дальше сейчас сейчас еще назову сорта потом вот этого цветочка не было появился цветочек вы видите уже они как бы расщелкивается и так если пойти по ряду не у каждого но через одного сейчас вернемся назад появляются вот такие вот вот он даже маленькие то видите ой тоже у него цветочек лезет попасть еще не могу бабка слепая без очков ты вижу и вот короче все у них идет хорошо на крайний случай у нас все заготовлено так сорта у меня просили перечислить какие сорта я вот смотрите первый ринет потом спиридон ну короче это все то же самое что я высадила в теплице это же просто остатки дальше идет челнок желт челнок красный челнок желтый на другой будет стране потом еще дальше там кемеровец москвич солнце отсвечивать ничего не вижу так кемеровец москвич сейчас дойдем посмотрим а ну вот и в конце у меня здесь ультра скороспелые все короче это все те от которых я жду небольшого но очень раннего урожая тут к сожалению эти тюльпаны начали разрастаться засовывала по одному несколько лет назад теперь у меня получилось что томаты в перемешку с тюльпанами но тюльпаны отцветут и засохнут а томаты будут дальше плодоносить все с томатами в открытом грунте разобрались все нормально о судьбе их не беспокойтесь